здравствуйте друзья света поприветствуйте да мы со светланой возвращаемся в кремниевую долину отмечать матерс дэй отмечать матерс дэй до мамкин день сегодня что-то пасмурно вообще где-то весна немножко пасмурно но хорошо 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 ночью когда жарки нет на самом деле нас обычно мои месяцы очень жарко бывает а в этом году еще но практически не было жары и это очень здорово какой-то кто-то я правее стал немножко хорошо теперь светлана сегодня достигла некоторых высот или высоту в построении да можно сказать низин в весе и высот в построении расскажи света насколько ты построила у меня вот сегодня я достигла минус 20 килограмм по сравнению с тем как было там скоро в январе месяце или я считаю что это в общем-то хорошее значение мы продолжаем двигаться дальше я на месте стою я уже все я закончил уже стоишь на месте но вот мы сейчас видим еще поднаберемся знаний сейчас мы в испанию там потренируемся и я думаю поднаберемся и на самом деле не только знаний что само собой произойдет но я думаю настроение мотивация правда это же все тоже очень важно конечно и может быть там я надеюсь ой какие-то возникнуть контакты с людьми такие живые человеческие и когда люди вместе что-то делают такое ну скажем здоровый образ жизни ведут даже то это тоже как сказать дополнительная мотивация и ты погружаешься в какую-то среду да так с погружением и люди которые с тобой вместе идут они это твоя среда в которую ты погружаешь не только те кто ведет группу но и те кто участвует с тобой интересно может быть ты скажешь пару слов вот ты участвовала собственно я с тобой тоже за компанию тогда в четырехдневном тренинге в клинике доктора гаврилова это было онлайн все это было 16 часов это было четыре дня по четыре часа для нас это был очень так рано мы вставали 5 утра до обсуждать его это тоже был знаешь какой-то такой стимул то есть мы но вы вставали надо сказать чтобы не засыпали мы очень бодренький были в 5 утра очень так ведется все правильно да там ведется расслабление и там с медитацией действительно держишься все время в тонусе и слушаешься и вот прошло наверное что два месяца это был 23 марта марта вот прошло два месяца с этого трейдинга и вчера позавчера у них было как сказать общий сбор такой июня до общий сбор тех кто там участвовал народ собрался да она лишь я опоздала потому что опять же для меня это было очень рано то что я бы в это время спала но у меня просто было не синхронизировано было много других дел и я совершенно у меня это вылетела забыла вот они сразу попала я попал уже в час прошел занимались там полтора часа хорошо но все-таки люди которые рапортовали там потери веса они за эти два месяца там 5 5 6 и больше килограмм с плюсом с плюсом дело там что у них же это все на начальной стадии находятся поначалу вес больше уходит а у меня все-таки у меня за это перед ушло четыре килограмма но но если ты была в начальной стадии ты можешь к этому смело добавить два литра воды которые от тебя ушли бы там на раз ну да ну во всяком случае просто у меня уже другая немножко стадии чем остальных у тебя не должно было быть так как у них но важно что важно что процесс идет он не останавливается вот и что мы двигаемся куда-то и мы все время находим какие-то знания новые а вот и уже можем критически например оценивать да вот мы там слушаем записи какие-то и я думаю нет это уже мы переросли вот этот уровень нам уже что-то большего надо ой конечно надо надо прийти в какую-то точку в которой ты примерно понимаешь как надо питаться вот мы пришли в такую точку или еще мы где-то в процессе нет конечно мы не пришли в такую точку вот сейчас мы поедем со своими анализом туда да мы тут мы специально сделали анализ нам сказали какие сделать вы пошли к русскому врачу потому что нам сказали по-русски какие анализ вы пошли к русскому врачу терапевту нам выписали то что надо вот на анализ вчера сходили со светлой на appointment вместо того чтобы на дачу ехать вчера пошли на appointment врачу нам дали наши результаты объяснили там что к чему мы теперь повезем это с собой и там глядишь нам чуть еще при соли нам скажут да наверно опять мы рассчитываем на то что нам скажут но на самом деле получается так что все таки но как ты слушаешь рекомендация дальше ты слушаешь свой организм тоже потому что надо слушать себя да есть общие рекомендации все-таки влияние конкретное на на свой организм а еще ты смотришь на всякие тесты правда смотришь на всякие тесты на мне не нравится вот этот впереди он как-то такое ощущение что говоришь черешни продаю где черешни вот сейчас вот на этой пятачке там будьте слева или справа справа только давай черешню как ты знаешь только что был сайн знак проехали я за черешню друзья а чё черешню мы еще в этом году не покупали не пусть тем более гости водорода но ведь мы может от этой черешни можем из-за не ели может нам только можно но вот цвета вот я два месяца уже не надо вот там я вижу два месяца уже не на диете смысле не не теряю веса как бы его поддерживают это же со мной не очень понятно да вот как бы совсем непонятно вообще то есть много вопросов из них конечно вот например вчера говорил и сказал что я ему задала просто вопрос уже в тот момент когда пришла я говорю насколько нужно отмечать вот этой ленте все что мы едим и он рассказал просто ответил что нужно обучить пока ты вес снижаешь как ты уже останавливаешься то у тебя уже как бы все сбалансировано и ты уже можешь не не учитывать но дело все в том что у нас как раз ситуация когда не сбалансировано ничего понятно светик я поверну камеру друзья мы сейчас вы выключим но вот я просто хочу ребятам показать что вот стоит стенд как-то кривенько вот стоит стенд на дороге написано что farm fresh это значит что вот прямо с грядки сюда привезли ну с дерева то есть она не лежала в холодильниках ничего прямо утром взяли сюда привезли у нас сейчас времени два часа дня вот сейчас пойдем и купим не вот михаил пошел покупать черешня я вроде остаюсь за главного тут на камере сижу а не пошла с ним потому что холодно ветер сильный и сегодня так холодно что нам пришлось даже на дачу включить отопление вот он просьбует такой ощущение что здесь только клубни это черешня но красивая она и светлая и темная разных цветов в магазине уже тоже появилась черешня но вот в таких лоточках она продается гораздо дороже чем магазине а обычно вот когда мы там у себя в санта-крузе это все покупаем там все еще органическое здесь вот поскольку не написано значит она не органическая но но всяком случае она свежая прямо с дерева и они уже довольно красные в магазине она дорогая довольно таки там от трех до пяти долларов за фунт здесь наверно подороже еще ну и посвежее можно сказать прямо в грядке с фермы вот это вот интересно я же ему сказал две взять корзиночки а вот он две и берет потому что корзиночки маленькие совсем нам все не дети придут ну вот у него видно не хватил денег все это не так дешево как кажется так вот друзья ешь едешь так без кеша понимаешь 20 . есть у тебя а сколько она стоит за паунд вот он не сказал мне сколько она стоит куда же ты сюда и это что говоришь у нас ты сюда тащишь я сзади сейчас положу все отлично там ничего не раз и все хорошо лежит но и почем здесь паунд ты знаешь какие-то совершенно изуверские цены между да да это какие-то цены я к сожалению не знаю сколько там по весу они такими большими корзинками и там я не знаю я там же в этой корзинке больше чем паунд вот я взял самые большие корзинки так и мы продолжаем ехать значит мне мне две корзинки вышли тридцатку но это очень дорого но она не сильно по десятке она обалденного вкуса конечно это просто знаешь вот чисто так на вкус такое через вообще так не бывает здорово вот друзья о диете поговорили черешню тоже посмотрели и едем так красиво глядим на дорогу а все едут наоборот отдыхать все-таки два часа два часа дня это не такое время когда все собираются знаешь обычно не менее вот лишь солнышко только я даже думаю что можно санта-крузия пасмурно и холодно вот мы сейчас приближаемся ядем в долину да и тут вроде бы даже солнышко проглядывает может быть там смотри написано на знаке написано тяжелый туман сбрось скорость как с утра но вот лампочка такая да где там тяжелый туман мы не знаем но чем теплее становится тем меньше туман солнышко обычно растапливает туман с утра туман ну ты знаешь это больше зимой так а летом то еще нет конечно у океана езда у океана действительно ночью туман вот здесь больше смотри долине вот она туча кончается вот видно и да и начинается голубое небо и там в долине будет тепло и солнечно прям видно ну мы да так больше континентальная такое уходим от морского не более контрастные я гораздо ярче вижу то что вот там присутствует вот солнышко сейчас закончится вот сейчас закончится это дуча которая обычно вот и в сан-франциско на сан-франциско такая же дуча с океаном идет от воды да ты выезжаешь вот вот мне очень хорошо видно вот я посмотри в очки мне солнце я не буду там голубой красивые какие горы впереди красиво голубое там небо симпатично долине будет все очень солнечно поэтому народ рванул туда они не знают что там паспортный холод качек каждый у которого есть интернет сегодня может легко посмотреть что у нас с погодой да но все-таки у нас лишь встречный вот вчера мы вечером когда ехали то было тратить нам навстречу не надо обратил внимание или нет нет мы ехали на свободник а вот по этой субботу то есть субботу вечером люди возвращались а мы вечером ехали туда сейчас вот тут стал тоже по свободе немножко примерно так красиво кто-то сказал вот на глядя на дорогу вот на эту когда мы ехали в ту сторону что похоже на крым и я хочу сказать что да вообще калифорния именно там в той части где она холмистая на хайфу говорят похоже на хайфу похоже да очень похоже на крым действительно тоже не степной крым хотя степная калифорния да может быть похоже на степной крым но речь идет о такой калифорнии делать холмики очень похоже на южный берег крыма да там рядом все все рядом вот мы сейчас на самом деле у нас будет возможность сравнить с с испании с барселоной да вот настоящее средиземное море в барселоне пока что идут дожди да вот у нас хорошая погода там этот дождь и поэтому и 20 градусов тепла сколько-то 20 и в условиях дождя я думаю что довольно будет ощущаться довольно-таки прохладно мы посмотрим мы посмотрим у меня совершенно замечательные такие предвкушения ожидания от поездки шикарно кроме того мы же делом заняты там дождь не дождь там сидим нету как раз занимаемся когда у нас будет семинар как раз выйдет солнце а вот первые три дня когда мы будем ходить в барселоне как раз причем целый день не то что там чуть-чуть палилась а я-то думал что дожди будут лить пока мы на занятиях там очень да это было очень кстати но так не получится хорошо мы принимали в долине походу ручки нету не строчечки чистое небо но это то вот ради чего мы собственно вот едем санта круиз за точками за точками когда в долине жарко там прохладно замечательно да но с другой стороны это вот показывает как быстро здесь климат меняется вот казалось бы вот санта круиз до того места где мы живем на машине минут сорок пять и люди многие не понимают они как миша а зачем вам дача 45 минутах от дома что что там такой же мой муж его не горка была дача в те же 45 минутах от дома гильдута пригород киева ну да это считай пригород долины наши друзья купили дачу далеко уже почти в сакраменто и туда езды три с половиной часа и вот они на все выходные уезжают риск да и дело в том что но как вот это уж уехал уже с концами а мы вчера уехали сегодня приехали и не повидаемся бронет про то есть это на самом деле очень удобно прямо совершенно другое что интересно в москве тоже никто три с половиной часа на дачу не ездил это было там ну час правильно так но в москве машины многоквартирных домах в этих коробках кирпичных питонных а так ты приезжаешь у тебя земля огород там какой-то и вообще что-то такое ну какой-то совершенно другой образ жизни а здесь получается что мы и все не были живем в обычном доме но в таком как она необычную землю в том что мы специально там люди говорят что у нас не сервирована на даче они относятся к даче как дача как дача то есть у нас специально такой вот здесь хлам туда но дело не надо говорить весь план дело не в хламе а дело в том что мы специально не сортовали дачу такое вот место где все должно быть абсолютно абсолютно это дача у нас совершенно особо нет наши вещи которые там это вещи которые уже не знаешь куда не думаешь дома а вот таких на дачу я не про вещи то же самое с посудой посуды это мы стараемся держать пластмассовую посуду потому что приезжают гости мы кушаем на улице и чтобы не бизнесом это было безопасно там есть определенные критерии по которым мы выбирали речка речь шла вот о чем речь шла о том что мы на даче снимали приготовление чего-то и там женщина г что вот сервировка когда сделаешь когда ты делаешь видео кулинарное то вот сервировка имеет важное значение но на даче у нас нет сервировка у нас и дома то я уж нет дело в том что мы не делаем кулинарные видео это принципиальное отличие нас от тех людей которые именно занимаются видеоблогами и разговорами а то о том как они готовят еду у нас видео готовка еды это вторично на первично это то что мы общаемся с балдаем при это самые разные темы поэтому я бы не ставила по главу сервировку да потому что не стоит такая задача у нас нет у нас точно если вы хотите сервировку посмотреть красивую идите тем кто занимается сервером у нас немножко другой у нас на самом деле вся наша кулинария нехитрая она в основном поболтать что же потом нет она за жизнь идет это кажется вроде что мы говорим о том как приготовить конкретное блюдо на самом деле она вопрос питания относятся гораздо шире поэтому красивая серверовка не к нам нет нет тем более не на даче тем более не надо но мы знаем людей у которых например загородный дом грубо говоря дача на порядок круче чем дом где они живут здесь подешевле все-таки пойти вот допустим за одни и те же деньги можно купить либо развалину в кремниевой долине либо очень даже ничего например там в районе санта-круз поэтому у них самое ничего вот тут и там у них и обставлено и сервировано и картинки висят и все что угодно я не могу отделаться от чувства зачем ну им приятно должно быть это место где нарядно еще раз да вот это же зависит от отношения человека вот камеру явлению как дача у одних дача это вот их основной дом где красота и все такое не приглашает гости они тоже дачи называют это вот а у нас отношение мы выросли на садовую часу домик на курьих ножках тогда вообще не разрешали не чувствовать а если вы видели мошел рис был за домик не больше 30 квадратных метров более того заставили разобрать когда мой папа там внизу учет такой сделал кухоньку какую-то его заставили разобрать и сделать чтобы это было не кухня гранда а то слишком буроза получила да да больше тридцати квадратных метров поэтому у нас отношение к даче такое простое мы на дачу ездим отдыхать вот вчера пошли конечно такой вот роскоши погулять на океане вчера погуляли может быть там час где-то может полтора погуляли и посмотрели на морских львов послушали как они кричат и воздух со всех сторон долине этого нет и кроме того это смена обстановки даже что очень важно для того чтобы приходить себя это как другой мир совершенно другие люди другой воздух мы даже приехали нам на одну ночь всего да но вроде бы зала личность прошла со вчера на так всегда бывает как на даче едешь кажется что прошел месяц а всего прошел день но действительно вот по степени отключки что ли вот это по ощущению того что-то ощущению того что ты отдохнул это не невероятный контраст по сравнению с тем как если быть например дома и даже просто за ночевать вот мы собственно что мы тут вот мы вечером приехали пошли погуляли до мы приехали там в девять часов пошли погуляли в час уехали да и конечно что это именно 45 минута дома не три часа но вот то чтобы там попали свет мы реально отключились переключились еще когда ты спишь там этот йод соль совершенно когда воздух невероятный и просто сказка так что она неплохо а шоу какие-то столпились люди на дороге что они тут сливается вишен с логатус и саратоги а как мы уже почти приехали я понял и чуть-чуть надо будет свет как нибудь повозить наших зрителей вот по этой девятой дороге нет это очень друзья такая примерно идет туда же откуда мы сейчас приехали и она такая знаете однополосная и очень такая знаете извилистая